Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Final Fury на максимальной сложности. В комментариях под прошлой серией был интересный вариант победы на этой сложности. Достаточно сделать просто флот из корветов, прокачанных там до какого-то уровня. Но если качать одни корветы, то в принципе это несложно, потому что тут у вас четвертый, тут третий. То есть все эти апгрейды вот отсюда ушли бы на фрегаты. Я сказал корветы, да, про фрегаты речь. Ушла бы на фрегаты, и вот был бы фрегат седьмого уровня, и флот из этих фрегатов в игре решает. Я не буду так делать, потому что это нелогично и неинтересно. Если ты нашел такой способ, молодец, значит ты в механике игры вникаешь. Но я так делать не буду. Как в том же Гранд Тактишне, когда можно взять армию в 10 раз меньше, со стволами в 10 раз хуже, и сделать урон 1 к 10 противнику, просто потому что есть в игре некая фишка, которая позволяет это делать. Но логики в ней нету. Вот и здесь тоже нету. Поэтому я буду играть так, как играл, делая флоты из разных кораблей и все остальное. У нас есть два варианта для прорыва сейчас. Вот сюда мы можем выйти. Тут 560 сила. И мы можем выйти вот сюда. Тут 680. То есть наш самый большой флот сейчас дает 626, но у нас заканчивается линкор, который мы добавим пятым кораблем. Ну и будет там, я не знаю, 700, может 800. Собственно, 700-800 мы перекроем вот здесь, и мы перекроем вот здесь. Соответственно, вот здесь можем собрать флот, пробить, либо собрать флот вот здесь и пробить через два хода. Но сначала нам нужно отступить вот этим флотом, потому что империя может пойти и сожрать его. Так что отступаем. 1300. Мы сюда не можем отступить. Отступление у нас варианта тоже 2, либо сюда, либо сюда. Но если мы пойдем сюда, они нас сожрут. Поэтому отходим вот туда. Кстати, мы можем здесь и сделать сразу из этого флота тоже флот на 5 кораблей. Сколько у нас сейчас? Один линкор и два на подходе. То есть один линкор можно слить сюда. Я хотел бы следующий флот сделать с двумя линкорами, чтобы он был помощнее. Так, сколько тут? Этот готовится через ход. Этому два хода еще. Ладно, пусть постоит. Потому что если флот здесь все-таки формировать, то мы здесь сделаем 2. 2-2. Так, нет, вот этих надо 2, чтобы они лечили. 2-1-2 сделаем вот так вот. И полетим. Тогда этот может подождать себе спокойно. Погнали дальше. Бомба. Это бомба. Вот еще один минус имперский флот и плюс месторождение. Нам еще до бомбы, конечно, копить и копить. Тут просто дисраптор. Он его блокирует. Зачем-то двигается назад имперский флот. Так, нам теперь здесь еще отступать придется. Вон там наших два кораблика. Собираем урожай. Еще один. Давай еще один запустим. Два наших кораблика. Можно их просто разобрать. Половину мы получим на затресов. Фрегат. Фрегат и эсминец. Потому что тратить ход на их отступление мне жалко. Потому что лучше вот все-таки здесь собрать. Сейчас ударить в этот же ход. Уже забрать себе точку. Там, конечно, нифига нету. Но, может быть, откроются какие-нибудь в ту сторону нам возможности. Либо делать флот здесь. Но здесь два хода до атаки ждать. Поэтому, наверное, лучше сразу здесь выцепить. Но если я сейчас выцеплю, то вот этих пожрут. И тогда эти рессы пропадут совсем. Можно ими начать отступать. А мы не будем ими отступать. Мы сейчас с дистраптором. Долбанем. Хотя, хотя. Хотя можно. Тут есть еще что-то. Еще что-то там есть, да. Тогда можно даже сделать флот тут. Захватить станцию обогащения. Это нам даст обогащенный такниум для бомбы. Долбануть дисраптором сюда. В следующий ход уйти вон туда. Тогда мы даже за два хода заберем две точки. Плюс это даст нам возможность шестой. прицепить корабль к флоту. Вон туда два наки. У нас будет уже флот помощнее. Да, разбираем тогда этих парней. 75 вернули. Левый фланг теряем. Здесь тоже станция обогащения. Но она еще два хода постоит. За два хода, я надеюсь, я соберу сейчас флотец. Делаем тут. Делаем тут. Как бы. Кстати, хорвестер можно здесь разложить. 1300. Довольно много. Давай собираем здесь активней. Потому что это подержится еще точку. Потому что этих мы сейчас заблокируем. Здесь делаем, значит, два. Один, два. Вот так вот. А потом добавим шестым кораблем. Может, даже и фрегат добавим шестым кораблем. Но пока делаем пять. Так, раз, два, три, четыре, пять. Все, в лимит уперлись. Идем сюда. Дисраптором вон туда. Теперь у нас флот до шести. Тут, кстати, сколько сил? 780. Попробуем пропагандой. Не знаю, прокатит. Нет? Нет, не прокатило. Опять не прокатило. Ну ладно. А в следующий ход пойдем в атаку вон туда. Там 560. У нас тут 780. И туда же можно будет корабль-то туда не вызвать. Нужно, чтобы он прилетел. И сюда теперь нужно накинуть парочку. Парочку батл-круизеров. Но их еще надо сделать. Ладно, походили, погнали смотреть. Пропаганда. И что, сработает? Нет, не сработала пропаганда у компа тоже. И тут не сработало. Ну, все нормально, значит. А то я думал, я как-то ее неправильно применяю. И тут не сработало. Ни фига себе, откуда он нарисовался? Лады. Кстати, этот не пошел в атаку. Не пожрал бы эти два корабля. Но ладно. Что ж теперь? Вот тут мы можем тоже флот усилить. Прийти потом вот сюда и дальше. Но пока они стоят, не полезем. Продолжаем на этом направлении. Есть корабль. Так, здесь 560. Ну, этих выбьем. Сейчас пойдем однозначно. Думаю, как шестой. Пока не забрали станцию. Кстати, на станции Хорвестера-то нету наша. Зря поставил второй туда. Думал, пойдет сбор. Нет, сбор не пошел. Момент упущен. Вот пока не забрали станцию, нужно сделать шесть. Ну, давай вот сюда добавим пятый. Здесь запустим еще раз. Здесь еще два хода ждать. Что-то я не вижу, где у нас. А, ну вот. Вот тут тоже давай запустим. 4, 3. Сюда мы добавим шестой. Вот сюда бы еще добавим шестой. Ладно, 796. Здесь 785. Полетели. Мочить врага. В этом прохождении первый раз у нас сейчас будут линкорчики. МК-1. Так, там что? МК-2, МК-2. МК-3, МК-4. Ну, собственно, выбейте вот этого, чтобы он их не ремонтировал. Пока, конечно, линкоры без апгрейдов немного чего могут предложить. Генератор восстанавливает. Восстанавливает щит. Ну, погнали, вперед. Пока просто вперед, погнали. Это еще за нафиг. Какая-то снизу появилась полосочка. Так, это МК-4. Какой-то укрепленица он там поднакинул. Ну-ка, давай-ка тоже поднакинем. Своим. Не знаю, что за укрепление он закинул, но... Но нам надо. Так, ЕМП. А, это по броне. Ну, вот, кстати, хорошо. И щиты будут сейчас вырубать ему. Неплохо, кстати, будет вырубать щиты. Говорил, что в того надо, чтобы он не ремонтировал. Но до того не дотянемся. Полупим сюда. Так, дотянется или нет? Близко не охота. Нет, не дотянется. Фигово, фигово подвинул. И ты не дотянешься тоже. Провал. Провал, провалов. Так, этого вперед не вытаскиваем. Ладно. Забить можно было щит, но... Неправильно походил. Сейчас ему, конечно, он его подремонтирует. Но после пробития щита можно было и накинуть еще. Такс. Ну, теперь открывается эсминец. Теперь открывается эсминец. Выносим его нафиг. Как бы. Как бы попытаемся его нафиг вынести. Забрали. Есть урон. Все, готов. По-мелкому. Чтобы он там не накидывал какую-то свою магию. Тоже выходим в атаку. Все, да? Так. Ну и здесь сейчас зарядится на третий ход. Залп. Хорош, хорош. Мощно сносит. По эсминцу он. И валит. Ладно. Эсминец сейчас из боя выведем. Установим ему щиты. Ну, это фигня у нас тут. Все, что нужно есть. И обороны. Так, значит. Я хочу догнать того парня. Ну, это бы тоже припрятать. Так, давай тогда восстановите щит. Все, и попробуем. Не дотягивается. А вот теперь дотягивается. Готов. Здесь сносим щиты. Отходим, чтобы можно было ракетами наугануть. О, они направленного действия. Ох ты ж, зараза. Я думал, они как нормальные ракеты могут вон туда улететь. Нет, не могут. Печаль. Это печаль. Ладно, прыгаем тогда. И торпедами. Щитов у него нет. Блин, крутую штуку поставил ему этот бригад. Прям даже торпедами не пробивается. Так, ты ладно, стой. Ох ты ж. Хитрожопая морда. Торпедами сейчас ударит. Как бы сейчас... Забрал, забрал. Смелится. Не очень я его вывел. Надо было... Ну, хотя дальше бы, если отвел, все равно он прыжком бы на любой дистанции его догнал бы. Собака. Ладно, расстрелим вот этот, который уже поврежден. Не дотягивайтесь туда. Давай сюда тогда. Все, пробили эту защиту, которая там была. Хватит дальности, то ракет нет. Нет, вообще никуда, ни сюда. Давай щиты тогда по щитам ударим. Ну и все, преследуем его. И добиваем. Ах ты ж, зараза, опять не дотягивается. Ну и этот тоже не дотянется. Ох ты, я же восстановил щит. Продолжает бежать. Все равно не уйдешь. Все равно мы тебя разберем. Ладно, фигачи чем есть. Пойдем на перехват здесь. Потому что того все равно не догнать. Упрыгал. За торпедами своими. Не страшно. Тоже упрыгал. Ну сейчас тоже прыгну вот этим в бок ему. Всажу две торпеды и он кончится. Давай. Может быть, конечно, попроще можно было взять пушку какой-то, но и так. И так сойдет. Такс. Разворот. Преследование. Да, хотя не преследование, он не отступает. Но щитов у него уже нет. Можно и не устанавливать щиты. И так нормально. Этот уже не пробьет тут. Все, что он может, это теперь отступать. Мы сейчас будем его догонять. И лупить. Здесь можно еще... Нет. Хотел сказать, еще можно сделать прыжок. Прыжок сделать нельзя. Щиты восстановил. Ну, все, пофиг уже. Ах, ты ж на разу этот не попадает. Ну, вот этот, значит, попадет. Восстановить эсминец нам надо. На замену. Эсминцы у нас есть. О, кстати. Еще одна верфь. Еще одна верфь для линкоров. Но не это главное. Главное, что прямо вот здесь мы можем сейчас добавить корабли из готовых. Значит, нам не придется делать лишние движения какие-то, чтобы сделать флот из шести. Кстати, вот тут 724 тоже немного. Знать бы, сколько ходов оно тут провисит. Потому что там от двух до четырех. И нужно напасть. Выбить было бы вот этих еще. Делаем флот из шести тогда. Ну, эсминец нам по-любому нужен, чтобы они себя ремонтировали. Что, взять фрегатец? У него тоже какая-то там магия крутая. Но эта магия на четвертом уровне только. Это не очень круто. До четвертого уровня еще. Качать, качать. 700, 780. Но тут у нас уже больше сил. Надо только определиться с шестым кораблем. Провести апгрейды линкоров. Потому что как-то они сейчас не очень. Ну, они мощные, конечно. Но маловато у них опций. Так, два эсминца есть. Один крейсер. Давай крейсер добавим. Пойдем в апгрейды линкоров. Ну, вот. Усилитель щитов появился. Уже неплохо. Дополнительный ход на втором уровне. Ладно, пока пусть. Пусть так. 996. Ну, вот. Нормальной силы флот. Как бы. Снести вот сюда. Можно пойти. Чем мы там снесем? Чем мы там захватим? Вопрос. Так, и пока мы не потеряли вот эту. Нужно шестой флот сделать. О, шестой корабль. Вот в этот флот закинуть. Не готова еще у нас. 0,3. 1,3. Еще два хода. Добавить крейсер сюда. Не такой мощный он будет. 1300. 1300. Если сюда воткну крейсер. Не туда, не туда. Он двигаться не сможет у нас. Вон там у него будет проход. А обходить вот так вот. Чтоб туда напасть далеко. Проще новый флот тут создавать. Этот по 1000. Но этот два хода ждать. Тогда будет 1000. Все равно не соберется. Делаем эсминец. Делаем крейсер. Ладно, пока оставляю. Едем дальше. На левом фланге надо формировать флот по ходу. Там два хода будет до врага, до гарнизона. Но зато флот будет на 1000. Там даже в авторасчете можно пройти. Потому что там 600 что ли. По-любому авторасчет пройдет нормально. Есть эти, освободились. Сейчас мы не успеем. Хотя нет, они сейчас еще не прилетели. Можно еще успеть подцепить шестой. Шестой корабль вот сюда. Но тут еще ход ждать. Но и без линкоров делать лот на левом фланге тоже не очень охота. Как же быть-то? Ладно, пошли вот здесь. Сюда не будем таком, что у нас не прибили. Пойдем вон туда, в неизведанные земли. Тут нам сейчас двигаться некуда. Здесь два хода. После создания флота, пока линкоров нету, флот не создаем. Так что двигаем вон туда. Отлично. И даже пропаганды сейчас чуть-чуть подхватим тут. Неплохо. И вон там тоже что-то можно подхватить. Там пустая, там пустая. Вот тут непонятно, что в этой сетке. Может быть тоже какая-нибудь станция. Единственное, что тут плохо, что у красного флот на 2-100. Сравнялся по мощи флота с империей. 2-400. 2-200. Поэтому особо близко тут шуршать тоже не очень хорошо, потому что красный нас разберет собака. Проблема в том, что я не вижу прям большого количества этих станций обогатительных, чтобы нам флот сделать. Вот сколько у него тут? 9 штук. Нифига себе. А у нас 6. Нам еще 3 надо где-то найти. Ну вот тут станция на самом деле. Вот эта с батарейкой. Но эту станцию, чтобы захватывать, нужно вот этого сначала подзадержать. Опять же мы ее захватим. Хотя там может и нет станции. Там может просто месторождение. Не знаю, не знаю. Ну ладно, погнали. Ход-то мы сделали. Попробуем добыть Ресика. Может успеем. Может он не пойдет в атаку. Идем в следующий ход. Посмотрим, как будут события развиваться. Вот тоже, если пустить бомбу, взорвать флот, получится месторождение. Но не получится обогатительной станции, которая позволит увеличить размер флота. То есть обогатительная станция, это прям... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.